Всем привет! Меня зовут Зоя, это мой канал Мама Зоя. У нас сегодня тихая погода, два дня дул сильный ветер, а сегодня тишина и идёт мелкий дождь. А я хочу ответить на один вопрос, который мне был задан в комментариях, ну, скорее всего, не вопрос, а было написано так. Итак, почему вы болеете, если вы ведёте здоровый образ жизни? Ну, во-первых, я никогда не говорила, что я веду здоровый образ жизни, но я к нему стремлюсь. Ну, потому что, чтобы вести здоровый образ жизни, как говорят специалисты, есть много факторов, которые способствуют этому. Ну, три таких главных фактора – это питание, спорт, ну и позитивный настрой, то есть психологическое состояние человека. И вот если со спортом и с психологическим состоянием можно ещё как-то договориться, то вот с питанием, наверное, нет. Ну, а потому что, чтобы питаться правильно, я думаю, надо быть всё-таки богатым человеком. Я вот с недавних пор, прошу прощения, я с недавних пор слежу за доктором Бергом. Это основатель кето-диеты. Наверное, вы все о ней слышали. И вот, когда я слушаю его видео, то часто слышу такое выражение, что мясо надо есть вот именно животных на травяном откорме. Ну, извините, где нам, обычным простым людям, купить такое мясо? А если даже оно и продаётся, оно стоит очень и очень дорого. Я бы, конечно, могла бы напрясться и купить себе телёнка и вырастить корову. Но что я буду делать с этой коровой? Так что я не могу вести здоровый образ жизни так, как хотелось бы. Но, с другой стороны, даже те люди, которые ведут здоровый образ жизни, они всё равно болеют. Ну, возможно, они болеют немного меньше, чем мы, которые обычные жители. Так что здоровый образ жизни – это ещё не панацея от всего, потому что эти люди так же стареют. Ну и там всякое такое прочее. А я, конечно, стараюсь вести здоровый образ жизни. Я занимаюсь спортом, ну и, конечно, стараюсь быть не только в хорошей физической форме, но и в психологической. Ну вот, например, что я делаю? Летом ко мне приезжала подруга и привезла мне молочный гриб. Ну, ещё его называют тибетский гриб. Когда-то он у меня был, ещё в молодости, наверное, лет сорок тому назад, я сейчас уже не помню. Но тогда тоже была панацея на этот молочный гриб. И он у нас был у всех. Вот я помню, мы работали, и кто-то из коллег его принёс, и он пошёл у нас там расходиться по всем семьям. Ну, а потом как-то, я не знаю, прошло время, и как-то забылось. Забыла я об этом молочном грибе. И вот мне моя подруга опять привезла. И я читала у доктора Берга, насколько он полезен. В нём живут такие полезные бактерии, которые во много раз, качество вот этого кефира из молочного гриба с помощью этих полезных бактерий гораздо полезнее, чем йогурт. Я, например, уже давно не покупаю йогурт. Ну, ещё потому, что там всё-таки очень много сахара. А вот грибок, гриб молочный, в нём нет сахара. Но, правда, молоко добавляю с сахаром. Ну, куда денешься? Вот здесь, в этом молоке, который 3,9 жира, с сахара 4,9. Это, конечно, много. Но другого молока просто нет. Вот опять же, как можно вести такой прям стопроцентный здоровый образ жизни? Где можно купить цельное молоко? Я его здесь не видела, чтобы продавали. Даже если оно написано цельное, в нём всё равно есть сахар. Итак, что я делаю со своим йогуртом? Ой, не йогуртом, а кефиром. Из него я также делаю себе йогурт. Для этого вот я его... Вот у меня остаток такого йогурта. Сейчас я поближе покажу. Я его пропускаю в блендере с замороженными фруктами. Сегодня у меня клубника. И в клубнике тоже есть сахар, но не в большом количестве. Не так, как в других ягодах. И вот этот пакетик, в нём 700 грамм. Стоит он 3 евро. И мне его хватает, ну, где-то, наверное, раза на 4. Получается отличный фруктовый йогурт. И всё-таки полезный. Ну, хоть на немножко, чем йогурт, но полезнее. А я пойду поставлю свою ягоду в бразильник. Иначе она у меня совсем растает. Прежде чем пить этот напиток, я о нём прочитала много информации в интернете. Кефир из молочного гриба нормализует микрофлору кишечника. В этом напитке находятся пробиотики натурального происхождения, которые способствуют увеличению полезных микроорганизмов в кишечнике. А если в такой кефир добавить молотые семена льна, это хорошо для сна. И для туалета. К стакану кефира можно добавить корицу, одну чайную ложку. Получается коктейль с приятным ароматным вкусом. Это для сжигания жира. Ну, а дальше, промывая его под проточной водой, складываю в банку. У меня банка 400 миллилитров. Оставшуюся часть молочного гриба мне придётся выбросить. У меня его уже очень много. И обычно я использую для себя банку 200 миллилитров. Вот такой получается кефир. Пенистый. И ещё он очень вкусный. Не рекомендуется пить кефир на голодный желудок. Я заливаю его молоком и ставлю в холодильник. Вот сейчас у меня его мало. Ну, где-то видели, да, может быть, одна такая полная ложка столовая этого гриба. Потому что, когда его много, стоит только оставить на ночь. Утром он уже готов. Я ставлю его в холодильник. Каждый день я его не пью. Ну, где-то через день я его выпиваю. Ну, конечно, мне очень нравится йогурт из него. С замороженными фруктами. Будьте здоровы! И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok